Привет! В этом обзоре сначала мы рассмотрим внешний вид и характеристики модели, затем пройдемся по функциям, а в конце будет часть с распаковкой. Подготавливая этот обзор, я нашел информацию о том, что ремешок и корпус не окрашены, а изготавливаются из каучука двух разных цветов. Это значит, что даже при активной носке камуфляжная краска не исчезнет. И это неоспоримый плюс, ибо такие часы как бы намекают, наш хозяин не любит просиживать диван дома. Стрелки выкрашены градиентом от темно-серого к белому, дисплей с зеленой подложкой – отличный Military G-Shock. В режиме текущего времени на дисплее с левой стороны может отображаться время или же дата. Время может быть в 12 и 24-часовом формате. Справа видим день недели и секунды. Левый круглый дисплей служит для индикации включения автоподсветки, будильников и ежечасного сигнала. Малый стрелочный циферблат и правый круглый дисплей относятся к функции секундомера. С их помощью может отображаться средняя скорость прохождения дистанции. Особенность линейки G-Shock – обилие выступов на корпусе. Они защищают механизм от повреждения, а кнопки – от случайных нажатий. Стекло утоплено, благодаря чему его достаточно сложно поцарапать. Задняя крышка корпуса выполнена из нержавеющей стали. На ней выштампованный логотип G-Shock, указана базовая модель GA100 и номер часового модуля 5081. Есть сведения о водонепроницаемости 20 бар. Сторона финальной сборки указана Китай, но есть надпись о том, что механизм изготовлен в Японии. О странах, в которых производят часы Casio мы снимаем отдельное видео, со временем его можно будет найти на нашем канале. Ремешок крепится к корпусу с помощью прочных металлических шпилек. Соединение достаточно жесткое, но часы отлично ложатся на запястье. Корпус у сотых G-Shock достаточно крупный, но на руке часы практически не чувствуется. Моя рука средних размеров и смотрятся часы достаточно солидно. Можно нажимать на кнопки, переключать режимы, не снимая их с руки. Ремешок с одним рядом отверстий. Сделано это, чтобы подчеркнуть армейскую стилистику. Никаких излишеств. Ремешок должен быть прочным и точка. Толстая классическая пряжка из нержавеющей стали с одним язычком имеет матовую поверхность. Не блестит, значит сложнее заметить противнику. На пряжке выштампован логотип G-Shock. Ремешок рассчитан на обхват запястья от 14,5 до 21 см. Это достаточно большой диапазон. Таким образом, часы могут носить и юноши, и взрослые мужчины. Материал, из которого изготовлены корпус и ремешок, это прочный синтетический каучук. Он легкий и долговечный, хорошо выдерживает механические воздействия, защищая часовой модуль. Кроме того, он достаточно приятный на ощупь. В этой модели есть светодиодная подсветка. Есть и режим автоматической подсветки, при котором при определенном положении руки диод загорается автоматически. Длительность подсветки может быть установлена на 1 или 3 секунды. Поговорим немножко о размерах. Наши измерения носят ориентировочный характер. Кассия не озвучивает свою методику, а мы не стремимся вслепую повторить цифры, указанные на их сайте. Меряем вживую и рассказываем вам о результатах. Ширина корпуса 51,2 мм. Длина между креплениями ремешка 49,5 мм. Толщина корпуса по выступающим частям 16,6 мм. Вес этой модели составляет 69 г. Корпусу J100MM3A сохраняет герметичность при давлении 20 бар. Это значит, что вы можете плавать, не снимая часы. Специальная компоновка корпуса защищает механизм от тряски и ударов. Также предусмотрена защита механизма от магнитных полей. Питание производится от батареи, запас хода приблизительно 2 года. Думаю, мы достаточно времени уделили внешнему виду и техническим характеристикам. Перейдем к обзору функций. По умолчанию часы находятся в режиме текущего времени. На левом нижнем дисплее отображается текущее время или дата. На правом видим день недели и секунды. Смещение минутной стрелки происходит каждые 20 секунд. Переключение режимов происходит с помощью левой нижней кнопки. Из режима текущего времени попадаем в режим секундомера. Вы можете измерять время от старта до финиша, время прохождения отдельных кругов или этапов дистанции. Фишка этой модели – вычисление средней скорости. В режиме секундомера для этого в настройках необходимо ввести дистанцию, например, четверть мили или 400 метров. Засечем время и на маленьком стрелочном и правом круглом дисплеях видим скорость – сотни километров, десятки и единицы километров. В этом примере скорость составила 325 километров в час. Следующий режим – таймер. Выставьте время в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда таймер истечет, прозвучит звуковой сигнал. Можно настроить автоматический перезапуск таймера после его истечения. Следующий режим – режим мирового времени. Отображается время второго часового пояса. Можно выбрать один из 40 городов в 27-часовых поясах, нажать две верхние кнопки и стрелки покажут время в этом часовом поясе. Нажимаем две верхние кнопки еще раз и время возвращается в наш часовой пояс. В режиме будильника можно настроить 4 однократных сигнала и один сигнал с повторением. Он будет звучать снова и снова после указанного времени с интервалом в несколько минут. Отключить его простым нажатием кнопок не удастся, потребуется зайти в режим будильника. Также в этом режиме можно включить ежечасный сигнал. Мы рассмотрели режимы и сейчас перейдем к обзору упаковки. J100MM3A поставляется в серой коробке с защитным рисунком. На задней стороне напечатан штрих-код, указана модель и номер часового модуля. Документы лежат в специальном отделении над футляром. Это гарантийный талон, карточка постоянного клиента, карта международной гарантии, подробная инструкция на русском языке и инструкция на иностранных языках. Футляр матового серого цвета покрыт камуфляжными разводами. Он очень аккуратно изготовлен и его приятно держать в руках. Шильдик с логотипом и надписи на крышке футляра выштампованы. В футляре можно хранить часы или использовать для всякой мелочевки. Внутри футляра поролоновая вставка для дополнительной защиты. Наш короткий обзор подошел к концу, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. В комментариях пишите какие моменты осветить подробнее. Спасибо, что вы были с нами, надеюсь было интересно.